Здравствуйте! Есть ли у вас время поговорить о нашем Боге? Подобную фразу в какой-то момент на рубеже 90-х и 2000-х слышали практически все. Со временем эти слова стали мемом и использовались в неком шутливом контексте. Многие из нас, как и я, услышали ее впервые после стука в дверь, когда по наивности открыл их двум незнакомцам. За дверями стояла пара, скромно одетые мужчина и женщина лет 30-35. Мужчина в руках держал черную барсетку, в которой находилась Библия, а женщина – яркий тонкий журнал под названием «Сторожевая башня». Журнал, который выпускается религиозной организацией «Свидетели Иеговы». Кто-то считает это движение безобидной ветвью христианства, а кто-то – настоящей тоталитарной сектой, которая губит человеческие судьбы. Тогда, когда ко мне пожаловали «Свидетели Иеговы» впервые, я был молод, но уже кое-что знал о мировых религиях. Об истории и сути. Гости, конечно же, подумали, наконец-то, хоть одна заблудшая душа открыла нам дверь. Я же в ответ, поняв, что к чему, улыбнулся и про себя произнес знаменитую фразу Роршаха. Кажется, никто из вас не понял, ни меня с вами заперли. Все, хватит! Это вас заперли со мной! Из-за совестливости, которая к черту никому не сдалась, я впоследствии не раз открывал двери все той же паре «Свидетелей Иеговы», уделяя им порой и 20, и 30 минут. Ну а как еще? Они ведь пришли, поднялись на четвертый этаж, потратили свое время. Я не мог поступить иначе. А еще у меня был интерес, чисто психоэмоциональный. Я очень хотел им сказать о том, о чем они не знали, хотя просто обязаны были знать, будучи фактически проповедниками. Я сказал им и о Никейском соборе, и о язычнике императоре Константине, и о более чем 90 библейских книг-апокрифах, среди которых есть и настоящие апостольские книги, которые просто не вошли в каноническое Евангелие. Я рассказывал в фактах, что все не так, что они не имеют представления о том, о чем говорят. Мне была интересна реакция, мне важно было понять, эти люди сектанты или все-таки размышляющие и адекватные личности. Лишь спустя года, после того, как я стал изучать глубоко культы, секты, религии и то, как они насаждаются и распространяются, я понял, что наверняка в каком-то из их списков я был указан как склонны к диалогу, а значит, меня надо навещать и продолжать давить. Быть может, я когда-нибудь пополню ряды свидетелей Иеговы. Этого не случилось. Более того, сегодня я вам расскажу о самом страшном секрете свидетелей Иеговы и обличу тайны, о которых они умалчивают. Потому как, если это станет известно людям, никто не будет им уделять больше ни секунды. Приветствую всех зрителей на канале Нулевой Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее и единственное сопротивление невежеству и обману, пронизывающему наш мир. Обязательно досмотрите это видео до конца, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Впереди много интересного. Заранее благодарю. Приступим. Христианство за свою двухтысячелетнюю историю внутри себя имело огромное количество течений, многие из которых за прошедшие столетия окрепли и стали считаться полноценными религиями, не нося на себе клейма раскольников и еретиков. На данном этапе в мире насчитывается около 8-9 миллионов последователей свидетелей Иеговы. Лично я убежден, что их в несколько раз больше. Во многих странах свидетели Иеговы имеют легальный статус и чувствуют себя спокойно. Таких стран большинство. В небольшом количестве стран, однако, следует сказать, в небольшом количестве очень больших стран, таких как Китай, Россия, Саудовская Аравия и прочие, деятельность свидетелей Иеговы запрещена. Это дает возможность этой религиозной организации постоянно жаловаться на то, что их сторонников притесняют. В различные правозащитные организации, наподобие Amnesty International. Однако, все эти жалобы, конечно же, то же самое, что мертвому припарка. Внутри каждого христианского течения, будь то огромного, как православие, католицизм или протестантство, или прочих поменьше, существуют различия в понимании того, что есть Бог, что есть Христос, Библия, человек, душа и так далее. Эти различия обычно не слишком велики, и православным христианам вполне комфортно с католиками. Христианство – ключевое слово. Но вот беда, свидетели Иеговы – не христиане. Я заговорил поначалу о христианстве в контексте свидетелей Иеговы, только потому, что они берут свое начало от адвентистов, которые, в свою очередь, были движением, зародившимся среди протестантов и баптистов, которые, естественно, конечно же, христиане. Сомнений в этом нет. Итак, вот вам различия между основным количеством христианских учений и тем, что проповедуют вам свидетели Иеговы. Христос не Бог и не равен Богу. Он не всемогущ. Он первый человек, созданный до Адама. И был воскрешен только потому, что принял Бога Иегову. Он, безусловно, пророк, посланник и все такое. Далее. Душа не вечна, а смертна. Ты пожил, ну и хватит с тебя. Но если ты хорошо вел себя, ты воскреснешь в новом теле уже в раю, рядом с Богом Иеговы. Кто видел или стал журналы «Сторожевая башня», помнят, как выглядит рай, по мнению свидетелей Иеговы. Как будто в Северной Корее делают рекламный плакат для остального мира, пытаясь показать, что все корейские дети счастливы. Далее. Христос на земле уже много десятилетий. По-моему, даже недавно было сто лет ровно. И он незримо за всем наблюдает и ждет конца света. Свидетели же Иеговы – это те, кто будут помазанниками Бога. Теме 144 тысяч людей, которые вознесутся к Иегове на небеса. Остальные после конца света будут воскрешаться здесь, на земле и жить. И вот незадача. Дело в том, что в откровении святого Иоанна Богослова в книге, в которой в Библии описывается события, предшествующие и наполняющие сам Армагеддон, а также в других книгах, написано о 12 коленах Израиля, которые будут спасены. То есть 12 родов по 12 тысяч человек. Итого 144 тысячи. Мусульмане любят фантазировать и рассказывать, что о Магомете и вообще о грядущем исламе говорили иудейские святые, в том числе и Моисей. Они цитируют стихи из Ветхого Завета, где Моисей говорит про свой народ. Если бы многие мусульмане знали, что означают эти слова на древнееврейском, они знали бы, что речь идет лишь об иудеях и только о них. Остальные – ГОИ, точка. 144 тысячи помазанников, которые отправятся к Иегове благодаря свидетелям Иеговы – это не свидетели Иеговы. И в Откровении это сказано. 12 колен Израиля. То есть только 12 иудейских родов. Это иудеи. И иудеи это знают. Мне кажется, это очень унизительным, когда к этому всему пытаются примазаться иные вероучения, что-то перекручивая, выдумывая и фантазируя, что вот здесь говорят именно о нас. Никто вас не говорил и не подразумевал. Даже не надейтесь. Для иудеев иудаизма вы все самозванцы. Когда мы говорим о названии религиозной организации свидетелей Иеговы, мы, конечно же, подразумеваем библейского верховного бога Иудея в Яхве, которого по какой-то причине себе взяли за бога и остальные авраамические религии. Старый дядька с седой бородой, над которым парит голубь в православных храмах – это он. Однако я не устану это повторять и делаю это с огромным удовольствием. Яхве – именно бога в иудаизме. Титул Бахал или Баал в некоторых контекстах был синонимом еврейских слов Адон – Господь или Адонай – Мой Господь, которые до сих пор использовались как псевдонимы Господа Израиля Яхве. По мнению ученых, древние евреи действительно использовали имена Бахал – Господь, и Бахали – Мой Господь по отношению к Господу Израиля. Точно так же, как Баал на севере обозначал Господа Угарита и Ливана – британская энциклопедия мировых религий. То есть, Баал – это Яхве. Самое авторитетное издание в мире в вопросах религии говорит вам об этом. Вам показать, как выглядит Баал на старинных фресках? Да, именно так, с рогами. То есть, бог Яхве и Ягова – это Баал, прообраз христианского сатаны с рогами. Можно ли сказать, что из-за того, что бог свидетелей Иеговы – Баал, то есть сатана, они поклоняются сатане? Нет. Можно сказать, что все авраамические религии, во главе которых стоит иудейский бог Яхве, поклоняются сатане. О да, это сказать можно. А теперь берем все свое недовольство этими моими словами, пишем на бумажке, сворачиваем в трубочку и засовываем туда, где не светит солнце – в почтовый ящик. Еще раз, для тех, кто ездит на бронепоезде, претензии не ко мне, а к британской энциклопедии мировых религий, к самому авторитетному мировому научному изданию в этом вопросе. Переубеждайте их, а не меня, людей, которые, в отличие от многих верующих, держали в руках древние подлинники документов, которые верующие считают святыми. Поехали дальше. Ведь дальше еще интереснее. Почему я сказал, что Свидетели Йеговы – религиозная организация, которая возникла из адвентизма? Потому что создатель и родоначальник этого религиозного учения Чарльз Тейз Рассел был изначально адвентистом, а еще он был масоном. Он похоронен на кладбище, расположенном на улице, которая зовется Масонник Вэй, Масонский путь. Вот пирамида на его могиле, а вот его слова о масонах. Я очень рад этой особой возможности сказать слово о вещах, в которых мы согласны с нашими масонскими друзьями, так как мы говорим в здании, посвященном масонству, и мы также масоны. Я свободный масон. I am a freemason. Справедливости ради следует сказать, что Великая Объединенная Ложа Великобритании, Ложа Ирландии и Пенсильвании не имеют никаких записей относительно того, является ли Чарльз Рассел масоном в одной из этих лож. Чарльз Рассел был создателем общества исследователей Библии. И это ключевая деталь. Ведь возникает вопрос, а зачем ее исследовать? Там все предельно четко сказано. Но нет, всегда появляется какой-то умник с особым взглядом на веру. Скорее всего, такой умник сам по себе глубоко религиозен. И он, изучая Святое Писание, начинает что-то объяснять, дополнять и интерпретировать. Так и появляются свидетели Иеговы из изучения одного человека, которых всех обманул. Ах да, я забыл сказать, что он обманщик. Как и все учения свидетелей Иеговы. Чарльз Рассел предсказал конец света, который должен был случиться в 1914 году. Но он не случился. Боже, как невдобно перед людьми получилось, которым навешал лапшу на уши. Но после этого он сказал, что в 1914 году конец света только начинается. И вот он до сих пор происходит. И развязка вот-вот-вот-вот-вот-вот где-то рядом. А ведь прошло уже 107 лет, как его ложь стала очевидным. Я знаю, что кто-то из свидетелей Иеговы может что-то начать интерпретировать и объяснять. Мол, все не так, вы неправильно поняли. Но каждый раз, когда я разоблачаю какие-то аспекты определенных религий, такие умники находятся. Они сразу же пишут, что вот о всех вы сказали правильно, а о нас сказали вот здесь вот неправильно. И вы что-то неправильно поняли. Нет, ребята, Чарльз Рассел все-таки брехун, а само его учение, свидетели Иеговы, интерпретация его обмана и неправды. И это самый страшный секрет свидетелей Иеговы, о котором они знают и о котором никогда не скажут. Когда будут пытаться вас затянуть в свою секту. Никто не должен знать, что наш главный пророк сделал предсказание, которое не сбылось. Потому что он соврал. Думая, сделал он это неумышленно, так как действительно верил в собственные бредни. Нужно сказать о двух важнейших деталях, без которых изобличение и разоблачение будет неполным. Первое, это то, что с 50-60-х годов у свидетелей Иеговы есть собственный перевод Святого Писания, перевод Нового Мира. А че так можно было, что ли? Конечно, берешь и делаешь удобный тебе перевод, и вот уже все не правы. И Христос это Мессия Иудеев, которого они распяли, а Моисей говорил об исламе. Каждый делает, что может, и каждый интерпретирует религию как хочет. Кто громче и чаще это сделал, сказал об этом всем, тот и победил. Но это не так, и это неправда. И не нужно одним религиям примазываться к другим. Второй момент это то, что все члены, свидетели Иеговы изучают основы проповеднической службы. То есть они все немного проповедники. А как еще распространять свое учение, кроме как ходить по квартирам и искать одиноких и слабых, ищущих социальную общность, с которой можно примкнуть. Если хорошо прошерстить общество, такие, конечно же, найдутся. Особенно если попасть на благодатную почву, связанную с развалом огромной страны и растерянностью людей. Однако люди очнулись, и на территории бывшего Советского Союза свидетели Иеговы в своей численности больше не растут. Теперь это простое замещение. Бабушка-свидетель Иегова умерла, внук родился, и родители посвятили его в свою веру. В остальном я отношусь спокойно и с симпатией к этим людям, если не считать бреда с кровью, из-за которого были случаи смерти детей. Когда родитель не отдает кровь ребенку, потому как в крови душа, и это грех перед Иеговой. Если ваш бог, дорогие свидетели, так считает, когда заходит речь о родных и любимых людях, он конченый дегенерат, и его надо уничтожить. Меня всегда интересовал вопрос, а распространяются ли учения и религии, если не ходить по квартирам людей и не капать им на мозги? Существуют ли религии мира и учения все, если они не передаются половым путем, через рождение детей и потом обрезание или крещение, вдалбливание религии родителями в голову детям? Ответ нет. Религии в таком случае не существует. Почему? Потому что чем дальше мы от момента, когда учения или религия были созданы и написаны, тем менее она прикладная относительно нашей действительности. И это очень огромная проблема, которая калечит судьбы людей и превращает жизни в ад. Мне кажется, учения и религии важны тем, на какие вопросы они отвечают, делают ли они людей счастливыми, любимыми, здоровыми, процветающими и богатыми, свободными и самостоятельными. Если религия и учения это не дает человеку, они не нужны. Или же должно быть продолжение того, что писалось и создавалось тысячи лет назад. Уверен, даже более того знаю, такое учение скоро появится. Спасибо, что были со мной до конца. С вас подписка, комментарий, лайк. Жмите обязательно колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее, не менее интересное. И обязательно поделитесь этим роликом у себя в соцсетях. Ах да, все, кто хочет поддержать меня и канал, можно купить мои книги. Ссылки для этого будут в описании, под видео. Как и на моей странице в соцсетях. Обязательно подписывайтесь. Если ты посмотрел это видео, мой друг, ты и есть настоящее сопротивление злу и жестокости в каждом человеке. Желаю вам добра и удачи. И помните, грядут перемены. Источник их уже инициировал и уполномочил на них действующих лиц. До встречи.